Банкротство. Что это такое? Как? Для кого эта процедура работает? И с чего начать? Все ответы в нашем следующем сюжете. Жизнь очень переменчива, и негативный исход каких-либо событий редко получается угадать заранее. Но знать, как в случае чего исправить ситуацию, очень важно, особенно когда дело касается наших финансов, в частности долгов. Лучшим выходом из ситуации, когда невозможно платить кредит, налоги, коммунальные платежи и другие счета, становится банкротство. Банкротство – это юридически признанная неспособность должника погасить накупленные им долги. Если задержанная вами сумма составляет более полумиллиона рублей, и при этом вы три месяца не погашали ее, то подать заявление для обнуления долга нужно обязательно. Поэтапно расскажем, как это сделать в зависимости от типов процедуры банкротства. При упрощенной процедуре банкротства через многофункциональный центр или сокращенно МФЦ можно обойтись без финансового управляющего при условии, что сумма долга от 50 до 500 тысяч рублей. Окончено исполнительное производство и есть подтверждение от судебного пристава, что имущества недостаточно для покрытия долга. И нет других действующих исполнительных производств, а также не открыто дело о банкротстве в арбитражном суде. Если условия подходят под упрощенную процедуру, нужно действовать по следующей схеме. Первое. Составить перечень кредиторов и долгов. Второе. Написать заявление о признании себя банкротом. Третье. Подать в МФЦ заявление вместе с приложением «Перечень кредиторов и пакетом документов», который включает паспорт, СНИЛС, ИНН и свидетельство о временной регистрации, если у вас нет постоянной регистрации. Если же условия не подходят под упрощенную процедуру, то пройти нужно будет стандартную. Для этого подайте заявление в суд в свободной форме. Укажите наименование суда, паспортные данные, адресы, телефон. Также не забудьте написать, каким именно кредиторам и сколько денег вы должны. И приложить документы, которые подтверждают вашу задолженность. Помочь пройти процедуру банкротства могут юридические фирмы. Но стоит ли к ним обращаться? Это решать вам. И необходимо анализировать конкретную ситуацию. Но при выборе компании для банкротства рекомендуем Лично пообщаться с юристом, а не с менеджером по продаже услуг. Сотрудничать не с обычной юридической фирмой, а с организацией, которая специализируется на банкротстве. Запросить информацию о ранее завершенных делах. Самостоятельно проверить кандидатуры предлагаемых финансовых управляющих. Выяснить стоимость стандартного пакета услуг. И в договоре обязательно должен быть указан вид и полное описание услуги. Определена стоимость и установлен порядок расчета. Не соглашайтесь на внесение 100% предоплаты. И не подписывайтесь на абонентское обслуживание. Иначе будете платить за сам факт ведения банкротства, а не за результат.